Добрый день! В этом видео я расскажу об искусстве Древнего Рима. Начну с такого важного для римской культуры сооружения, как форум. В Древнем Риме это вовсе не то, что мы привыкли видеть в интернет-пространстве, хотя имеются некоторые общие черты. Это главная площадь, на которой происходила вся городская жизнь. Заключались сделки, велись переговоры, проводились праздники и принимались важные государственные решения. Думаю, на раннем этапе последнее происходило методом, кто кого переорет. Самый знаменитый форум Рима – Романум, римский. Был построен при V римском царе Торквинии Древнем, на рубеже VII-VI веков до н.э. На месте заболоченной местности, использовавшейся для захоронений, которую специально для этого осушили. Позднее было построено много форумов. На территории форума Романума находился алтарь бога Вулкана – Вулканал, основанный Ромулом. Он также, как и Лапис-Нигер – большой черный камень, сохранился со времен до постройки форума. Причем уже в поздние периоды сами римляне не знали, для чего он нужен. Там же было сооружено святилище Венеры Клоакины – очистительницы, в котором очищались римляне после похищения собинянок. Подробнее об этом происшествии вы можете узнать, пройдя по подсказке сверху. К республиканскому периоду относятся развалины храма Кастера и Палукса. Мифологическая история этих братьев достаточно любопытна, и я позволю себе на ней остановиться. Все самое интересное начинается, как обычно, до рождения героев. Зевсу понравилась Леда – жена спартанского царя Тиндорея. Он превратился в лебедя и овладел ею. А ночью интимная близость случилась у Леды с мужем. Когда она через некоторое время снесла яйцо или два, из них вылупилось четыре ребенка – два мальчика и две девочки. Кастер и Клитемнестро – дети Тиндорея, а Палукс и Елена – Зевса. Это, кстати, та самая Елена Прекрасная, из-за которой началась Троянская война. Но речь сейчас не о ней, а о ее братьях. Мальчики были неразлучны всю свою жизнь. Нет, в какой-то момент они даже женились на своих двоюродных сестрах, но и это не нарушило крепкой мужской дружбы. А когда смертный брат погиб, то Палукс взмолился папе. Зевс отправил Кастера на небо, но тот отказался оставаться там без брата. Тогда было принято решение, что они вместе будут дежурить день через день на небе и в Тартаре. Созвездие Близнецы символизирует их братскую любовь. Первая римская базилика тоже была построена на форуме Роману – «Базилика Порция». Эти прямоугольные строения, разделенные рядами колонн на нечетное количество объемов нефов, предназначались для решения судебных вопросов и торговли. Там же проводились гражданские собрания в плохую погоду. Именно в них стали размещаться первые христианские храмы, потому как они не были связаны с языческими богами. Неф происходит от латинского «корабль» и является одним из символов новой религии. Так римская базилика стала основой для дальнейшего развития христианской архитектуры. Там же на форуме был установлен пуп земли – небольшой храм, отмечавший центр города и одновременно служивший мундусом – проходом в загробный мир. Под римским форумом проходила большая клоака. Теперь вы знаете, откуда происходит это слово. Сначала это был открытый сток нечистот, потом его упаковали в каналы. Со временем канализация Рима разрослась. Дождевая вода стекала в водостоки, смывая грязь с улиц, построенных специально для этой цели под уклоном. И через люки-маски с отверстиями в виде глаз и рта попадала в канализацию. Туда же выводились нечистоты из общественных туалетов, городских фонтанов, домов и терм. В Риме был культ человеческого тела. За ним ухаживали, натирали благовониями и мыли. Самое популярное место для этого – термы – бани. Первые термы были построены с подвижником Октавиана Августа Агриппой в I веке до н.э. А к концу V века их было более 900. Бани строили в столице и в провинциях. В каждой терме предусматривались помещения с водой трех видов. Во Фригидарии – холодное. Купание начиналось с нее. Потом Типидарий с теплой. А заканчивалась банная процедура в Халдарии с достаточно горячей водой. В термах делали пол с подогревом с помощью специальных печей, которые нагревали воду, циркулирующую под полом. Термы были не просто банями, это были мужские клубы, где можно было поболтать, заняться спортом, почитать, погулять в парке. Были и женские термы. Хочу заострить ваше внимание на том, что в Риме в начале нашей эры была система водоснабжения и канализации, а еще бани. Одной из важных частей водоснабжения были акведуки, по которым, собственно, вода и доставлялась с помощью силы тяжести. Большая часть их находилась под землей, но были и наземные участки. Пон-дю-гар – самый высокий сохранившийся акведук Древнего Рима. Это мост над рекой Гар, современная Гордон, во Франции, высота которого 47 метров, а длина 275 метров. Валента – самый длинный древнеримский акведук. Его изначальная длина была более километра, сохранившаяся 971 метр. Он находится в Стамбуле и функционировал до середины XIX века. Все, что строилось в Вечном Городе, в первую очередь несло практическую пользу. Эстетика или красивость оставалась на вторых ролях. В Древнем Риме активно развивалась портретная скульптура, портреты создавались очень натуралистичными, и в этом выражается влияние этруской культуры с их саркофагами и конопами. Римская традиция, вероятно, началась с посмертных масок, которые обязательно снимались с умерших и хранились в домашних алтарях, там же, где были изображения ларов и пенатов. Об этих сверхъестественных существах Рима вы можете узнать, пройдя под всплывающие подсказки. Попытка передать внутренний мир человека через портрет – это влияние греческого искусства, где создавались статуи и гермы, четырехгранные колонны с головой. Римляне добавили к этому списку бюсты. Сохранилось много скульптурных портретов как обычных людей, так и императоров. Однако имена авторов портретов остаются неизвестными. В отличие от них, среди римских архитекторов известны имена шестидесяти. Основа римской архитектуры – арка. Традиция возведения триумфальной арки восходит к этрускам, которые не пускали свои войска в город до очищения. Для этой цели строили специальные ворота. Римляне же создавали для этой цели арки и посвящали их богу входов и выходов Янусу. Но не все арки Рима были триумфальными. Стоит добавить, что появление такой конструкции сыграло большую роль не только в римской архитектуре, но и в дальнейшем. Из нескольких арок, поставленных рядом, получался цилиндрический свод. Из двух цилиндрических сводов, пересеченных крест-накрест, получался крестовый свод. А если водрузить наверх барабан с куполом – крестово-купольный. Одна из самых распространенных конструкций в греческом христианстве. Я не стану загружать вас архитектурными сооружениями Рима, поскольку их очень много. Остановлюсь только на двух. Самое известное строение древнего Рима – Колизей, или амфитеатр Флавиев, строившийся 8 лет. Его начали строить при основателе династии Флавиев Веспасиане в 72 году н.э., а закончили при его сыне Тите. Колизей вмещал более 50 тысяч человек, которые рассаживались на трех ярусах сидений. Над сооружением в солнечные дни натягивали тенты. Для этого на верхнем ярусе были укреплены мачты. В Колизее проводились гладиаторские бои и травли животных, а сразу после открытия – морские сражения. Предполагается, что найденные под сценой подвальные помещения были построены позднее, при наследнике Тита – Домициане. Второе сооружение – Пантеон, храм всех богов. Хотя у исследователей есть большое сомнение, что храм действительно был посвящен всем богам. Однако точно известно, что и не одному. Это строение было создано другом и зятем Октавиана Августа Агриппой, тем же, который построил первые термы. Позднее, после пожара, Пантеон был сильно перестроен в период со 117 по 126 годы. Основной объем здания – это круглая в плане ротонда. Над ней – самый большой в мире неармированный бетонный купол. На внутренней поверхности купола пять рядов квадратных углублений – кессонов, которые облегчают конструкцию. В центре – круглое отверстие – окулюс, диаметром 8 метров. Это практически единственный, не считая входа, источник естественного света. И надо сказать, что попадая внутрь в солнечный день, там достаточно светло. Вход в здание оформлен в виде портика с треугольным фронтоном, который поддерживается шестнадцатью колоннами. На этом об архитектуре закончим и перейдем к литературе. Рассказывая о древнеримской литературе, начать стоит с театра. История сохранила произведения двух комедиографов – Плафта и Теренция, чьи произведения основывались на греческой культуре, за что и получили название комедии «Плаща» по характерной греческой одежде. После них появились оригинальные римские комедии «Итоги», но до нас не дошли. Первое прозаическое сочинение, написанное на латыни – «Начало», марка «Порция Катона». Это история Рима. Одним из самых знаменитых ритеров, чьи тексты дошли до наших дней, был Марк Тулей Цицерон. Юлий Цезарь также был замечательным мастером риторики, но его тексты не сохранились. Однако остались историографические записки о Гальской войне и записки о Гражданской войне. Наиболее известные поэты Рима – Лукреций, Катул, Ювенал, Овидий, Вергилий и Гораций. Два последних были членами поэтического кружка Мецената, друга Октавиана Августа. Он был известным покровителем искусств в Древнем Риме, и имя его стало нарицательным. К числу известных писателей стоит отнести Сенеку, Плиния Старшего и Плиния Младшего. Сочинения Цельса рассказывают о медицине, Тацита – о Германии, а Апиция – о гастрономии и другие. К 4 веку римская литература приходит в упадок, а кроме того, ее представителей преследуют, начиная с правления Феодосия Великого, поскольку все творчество связывается с языческой традицией, которую христиане терпеть не могут. Уничтожаются храмы и философские школы, сжигаются книги. Так, на долгий период Средневековья теряется авторитет учености и образования, а наследие античности сохраняется, пожалуй, только благодаря переводам на арабские языки. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, делитесь в соцсетях. Спасибо за внимание! Субтитры сделал DimaTorzok